Слободской Слободской Точная дата основания не может быть установлена в связи с отсутствием письменных источников. Врятские земли до 15 века мало интересовали русских летописцев ввиду своей малочисленности. Гравия Трева утверждает, что уже к 1361 году Слободской занимал прочную позицию в регионе. Это связано с переселением в части Булгар в соседние Кария. Тот факт, что привыкшие просторам степей Булгары выбрали такое место для поселения, означает, что Слободской имел большое влияние к тому времени. В 1505 году о поселении появляется запись в московской грамоте Слобожанам о присылке к ним нового наместника взамен прежнего. К 17 веку в городе было повсеместно развито кожевиное ремесло. Оно включало полный цикл вплоть до полной выделки кож и пошива обуви. В 1746 году появляется первый кожевиный завод. С городом связано имя Ксенофонта Алексеевича Анфилатова. Сына крестьянина, который стал богатейшим цом, достигшим уровня государственного деятеля. Он организовал первую российскую экспедицию в Соединенные Штаты. Достигнув богатства и высокого положения, Анфилатов стал даботиться о родном городе. В 1810 году Анфилатов открыл Слободской, первый во всей России общественный банк, который осуществлял выдачу кредитов купечеству, мещанству и ремесленникам для развития их производства. Инициатива Анфилатова послужила мощным толчком к развитию промышленности и торговли. Уже в 19 веке предпринимательством занимался почти весь Слободской. 55% его жителей были ремесленниками, 20% были купцами. Особого успеха мастера Слободского добились металлообработки. Четверть населения города была связана с работой над металлом. К концу 19 века в городе действовало 4 постоянные ярмарки, на которые сезжались люди со всего уезда. К концу 19 века в городе еще имелись черты архаичной свободной застройки. Однако все больше имел вес регулярный план. В город стали въезжать по Новой Вятской улице, которая и поныне ведет к центральной соборной площади города. Трассировка улиц, сохраняющаяся во многом и сейчас, была дана губернским архитектором Росляковым. К 1917 году население города резко увеличилось за счет беженцев. В 1926 году цифра населения значительно уменьшилась, а затем вновь пошла стремительно вверх. После развала СССР в связи с резким переходом на новую экономическую систему местная промышленность пришла в упадок. Не выдержав конкуренции, к настоящему времени были закрыты молочный комбинат, пивоваренный завод, завод железобетонных конструкций и мебельный комбинат. В то же время начинается восстановление утраченных храмов. На территории Слободского расположено 16 памятников федерального и 11 памятников регионального значения, памятники археологии и природы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...